Дорогие коллеги, спасибо большое, что вы сегодня все здесь. И я с большим удовольствием постараюсь вам представить эту презентацию. Мы начинаем с вами с опоздания. У меня 50 слайдов на 25 минут. Два слайда на одну минуту. Я очень стараюсь, буду говорить быстро и буду рассчитывать на ваши вопросы. Итак, мы будем говорить с вами о стратегии трансляции знаний Кокрейн. И будем все это приурочивать к трехлетию Кокрейн России в Казанском федеральном университете, в России, в странах СНГ. Мы заявляем об отсутствии конфликта интересов. Собрали эту презентацию мы два со-директора вместе с Екатериной Викторовной. Вот это наше заявление об отсутствии конфликта интересов. Ну и вот этим слайдом, уважаемые коллеги, я хотела бы официально от Кокрейн России поприветствовать вас всех здесь. Здесь представлена география наших с вами участников. Вот зарегистрировавшихся 110 человек. Это Волгоград, Донецк, Иркутск, Казань, Калининград, Королев, Москва, Нижнекамск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Ульяновск, Уфа. Это Российская Федерация и другие страны. Германия, наш профессор с основной лекции профессор Герт Антес, Казахстан, Кыргызстан, Нигерия, Нидерланды, Узбекистан, Украина, дорогие коллеги. Ну и, конечно, невозможно начать говорить о нашей работе, если не отдать дань уважения Арчи Кокрейну, в честь которого названа наша организация. И не сказать об основных принципах работы. Итак, это информация абсолютно свободная от коммерческого спонсорства и других конфликтов интересов. О других конфликтах, о честолюбивых интересах, о карьерных интересах, о интересах ученых, говорил профессор Герт Анте. Для кого работает Кокрейн? Кокрейн работает для всех. Не только для медицинского, здравоохраненческого, академического сообщества, но и, конечно же, для пациентов, для всего общества в целом. И работает для того, чтобы решения здравоохранения становились лучше. Я с большим удовольствием представляю вам вот этот слайд, который любезно разрешил показывать генеральный директор Кокрейновского сотрудничества. Здесь показано о том, как растет стремительно использование Кокрейновских систематических обзоров в клинических рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. И хочу сказать о том, что Кокрейновское сотрудничество находится в официальных партнерских отношениях с Всемирной организацией здравоохранения. Мне очень приятно вспомнить нашу историю. Я надеюсь, что мы с вами сейчас вместе ее пролистаем. Итак, вот эта карта, которая действовала на 2014-2015 год, и вот от Северного Кокрейновского центра стрелка к нам сюда, в Казань. И первый Кокрейновский центр здесь, в Казани, на всей территории Российской Федерации, в всем постсоветском пространстве. И еще раз о партнерстве, дорогие коллеги, и о великой роли Кокрейн, о чем говорил нам сейчас и профессор, в поиске смысла в больших данных и во всем современном нагромождении данных. Этапы нашей истории. 2014 год – это аффилированный центр Северного Кокрейновского центра. Это старт проекта переводов, о чем будет говорить Екатерина Викторовна. 2015 год – это решение исполнительного комитета Кокрейн об учреждении Кокрейн России. И, наконец, официальный старт Кокрейн России ровно 7 декабря. Поэтому сегодня ровно три года, дорогие коллеги. И это наш с вами праздник. Спасибо большое, что мы все вместе празднуем конференция КИКУМ. Спасибо большое. Большая международная конференция КИКУМ, которая дала официальный старт Кокрейн России в Казанском федеральном университете, в Российской Федерации и постсоветском пространстве. Вот это те фотографии. Вы здесь видите нашего ректора, профессора Бюргера, который приехал из Соединенных Штатов Америки, Марк Уилсон, генеральный директор, который был лично здесь. Аудитории наши, представители Всемирной Организации Здравоохранения, штаб-квартиры Европейского офиса, Кокрейн Швейцария, Эрик фон Элн, Кокрейн Нордик Кокрейн Сента, Карстен Юхал Йоргенсен. И мы вот все с вами здесь. И был прием этой делегации в Государственном Совете Республики Татарстан. Далее, дорогие коллеги, сегодня мы празднуем три года. И официальному сайту Кокрейн Россия, вот вы видите его, я вас всех приглашаю туда и следовать за всем нашим развитием здесь. Мы ведем его уже три года на двух языках, на русском и на английском. И вот все социальные сети, они здесь. Также мы отвечаем за русскоязычное наполнение основного сайта Кокрейн.орг. Вот здесь и здесь я выбрала страницу «Присоединяйтесь». И ко всем обращаюсь, кто еще не присоединился, пожалуйста, присоединяйтесь. Все пути здесь. Следующая веха нашего развития – это 31 августа прошлого года, подписание официального партнерского соглашения. Вы видите генерального директора Марка Уилсона и нашего ректора, профессора Решат Равкад Чагафурова, вот сразу после подписания соглашения. Ну и мы должны сказать об исторической миссии Кокрейн и Кокрейн Россия, который первоначально был организован на основе кафедры фундаментальной клинической фармакологии, основанной в Казанском федеральном университете в 2011 году. И этим коллективом мы продолжаем внедрять миссию Кокрейн и сейчас следуем стратегии Кокрейн 2020. Об этом очень красиво говорил профессор Герт Антес. Я вам привожу вот эту картинку из журнала Nature, где профессор Герт Антес в соавторстве с экспертами Кокрейн написали вот эту статью, которая говорит о необходимости поиска смысла вот в этих больших данных и о том, что информация – это новая нефть 21 века. Но остается большой вопрос, как же выкристаллизовать этот самый смысл во всем нынешнем. И ответ на это, уважаемые коллеги, это Кокрейн со всей своей методологией систематического поиска, систематического синтеза, критической оценки, оценки смещения, управления смещением. Вы помните, мы с вами занимаемся управлением смещения весь наш семинар. Кокрейн создает знания и вот эта мудрость, ее, конечно, наша с вами задача – внедрять или транслировать знания. На сегодня мы делаем это как ассоциированный центр Кокрейн. И вот здесь я представляю вам перевод, наш перевод на русский язык этого официального документа Кокрейн. Вот на сегодня мы здесь. И это фактически наша траектория развития. Мы должны развиться в центр, собственно, и стать сетью по всей нашей стране. И очень приятно, что у нас так много сегодня. Вот нас всех с вами здесь, и мы обязательно этим станем. Далее мне очень хотелось бы попытаться посмотреть, что мы планировали как стратегию развития в 2015 году, как это соотносится с функциями ассоциированного центра и чего мы достигли вместе с вами это вспомнить в основном в фотографиях. Здесь представлены в двух слайдах цели, которые мы ставили как стратегию развития на исторической конференции КИКУМ 2015 год. Зачитывать не буду, но с удовольствием хочу вам сказать, что вот в этой достаточно, может быть, напряженной, здесь она не такая крупная, диаграмме функций ассоциированного центра. Вот это те функции, которые мы, в общем-то, выполняем. Может быть, не в полной мере, может быть, не так широко, как хотелось бы, но в каждом из этих разделов работы мы на сегодня присутствуем. Вот это следующие наши функции. Первый приоритет выявления заинтересованных лиц и создания ситуации. Я думаю, что сегодняшним симпозиумом, вашим приездом всех сюда мы говорим о том, что в этом, в общем, мы тоже достаточно преуспели. Но и, конечно, в долгосрочной перспективе это создание мощной согласованной горизонтальной структуры, которая покрыла бы всю нашу необъятную страну и наши соседние дружественные страны. И таким образом мы покрываем все вот эти разделы работы по функциям ассоциированного центра и переходим в следующий уровень, имея в виду, что основой нашей деятельности является трансляция знаний как Рейн. Ну и далее мне хотелось бы представить вам вот эту новую концепцию плюсом к стратегии как Рейн 2020, стратегию трансляции знаний как Рейн и проанализировать, что же мы делаем, каков вклад как Рейн Россия. И вот вы видите здесь основные разделы. Это, конечно же, вот начнем мы отсюда, приоритеты по разработке как Рейновских систематических обзоров. Далее формирование разделов работы по тому, чтобы доводить эти новые знания до пользователей. Облегчение принятия пользователями этих знаний и нужно помогать пользователям. Обмен знаниями и, конечно же, первостепенным является улучшение климата и повышение востребности. И мы полагаем, что наш с вами сегодняшний симпозиум также этому способствует. Этот слайд показывает нам с вами, как эти темы стратегии трансляции знаний как Рейн вписываются в четыре основополагающие цели стратегии как Рейн 2020. Ну и вот она переведенная на русский язык также доступна на нашем сайте. Я вас туда обращаю. Что очень важно, уважаемые коллеги, и очень бы хотелось, чтобы услышали нас люди, принимающие решения, к кому обращена деятельность как Рейн, к кому обращена стратегия трансляции знаний, к кому мы с вами должны обращать всю нашу деятельность. Это, конечно, в первую очередь потребители, то есть широкие массы населения и вся общественность. И мы в этом направлении очень много работаем. И Екатерина Викторовна будет говорить о проекте переводов, но не только им. Это, конечно же, практики здравоохранения, вся наша с вами здравоохраненческая общественность. Далее, дорогие коллеги, это политики и менеджеры здравоохранения, те люди, которые отвечают за принятие решений. И мы предлагаем им принимать решения, информированные знаниями, доказательствами из кокрымских систематических обзоров. И, наконец, и я думаю, для России на сегодня это принципиально важно. Это исследователи и организации или органы, финансирующие исследования, те, которые определяют повестку дня исследования, те, которые решают, куда вкладывать большие средства, выделяемые правительством. А их надо вкладывать в разработку кокрымских центров, в разработку кокрымских систематических обзоров, в создание кокрымских центров. И мы с вами все вместе консолидированно должны добиваться этого на высоком политическом уровне. Этот слайд говорит об успехе нашего приоритетного проекта переводов. Екатерина Литвин все покажет подробно. Это тамблер. Ну, а я хотела сказать и так, вот вовлечение большого числа людей, дорогие коллеги. Вот что я подготовила сейчас здесь. На конференции КИКОМ мы показывали, вот создался наш центр, как были представлены исследователи из Российской Федерации в базе данных участников Кокрейн или членов и сторонников, как сейчас мы называем. Это были авторы из России, которые участвовали в создании 18 обзоров или протоколов кокрымских систематических обзоров и только в пяти обзорах были ответственными авторами. На сегодня в базе данных Арчи, вот я вам представила, это данные на позавчерашний день, дорогие коллеги. Должна сказать, что по России данные на вчерашний день. Из позавчерашнего до вчерашнего дня эта цифра увеличилась на 4 человека. То есть рост сторонников и членов Кокрейн происходит каждый день, дорогие коллеги. И происходит это благодаря нашей с вами работе, нашей с вами большой видимости в виртуальном пространстве через социальные сети, через сайт и через запущенные центрально Кокрейн проекты. Вот они представлены вам здесь. Вот это доступ к ним через русскоязычный сайт cochrane.org. Это обменник задач или Cochrane Task Exchange, где люди помогают друг другу переводить с одного языка на другой, экстрагировать данные, находить статьи. Очень большая работа. И Cochrane Crowd или Народ Кокрейн, так мы это перевели на сайте, где каждый из вас может внести свой очень большой добровольческий вклад, чтобы сделать этот мир лучше и стать ученым-гражданином, оценивая клинические испытания, которые находят регулярно члены Кокрейн, работающие в группах по Кокрейновским систематическим обзорам, а ученые-граждане Кокрейн категоризируют их, являются ли они рандомизированными, контролируемыми исследованиями или таковыми не являются. Этот замечательный процесс, он также блистательный в плане своей обучающей составляющей. Очень прошу всех, кто не знал об этом, подключиться к Cochrane Crowd. Это успех, дорогие коллеги, Cochrane Crowd и Cochrane Task Exchange. Ну и, наверное, чуть-чуть нашей работы. Это наши информационные бюллетени, дорогие коллеги. Первый бюллетень 2016 года по следам нашей конференции. Второй бюллетень и вот третий бюллетень мы, наконец, освоили электронный вариант. Эти были печатные версии, это электронный вариант. И вот листая эти бюллетени, мы с вами сейчас посмотрим на то, как мы шли по... И идем по разделам стратегии трансляции знаний. Итак, вот цель стратегии 2020, разделы работы стратегии трансляции знаний. Что мы сделали? Мы... У нас на сегодня вот от нашей группы опубликованы как рейнерские систематические обзоры и протоколы. И что любопытно, что протоколов у нас... Ну, у нас коров. Ну, а я сейчас покажу от группы московской. Чуть-чуть только меньше. То есть мы активно развиваемся. Соотношение числа протоколов и обзоров во всей библиотеке, как нам показывал профессор Герт Антес. Существенно в пользу обзоров превышает. Здесь хочу представить вам новый вариант Кокраиновской библиотеки. Новый ее функционал. Она вся обновилась в этом году. Это историческое время, дорогие коллеги. Она стала многоязычной. Кокраиновские систематические обзоры полнотекстовые доступны на сегодня не только на английском, но и на испанском языке полностью. А наши переводы все находятся в Кокраиновской библиотеке. И если вы выходите в Кокраиновскую библиотеку с русскоязычного IP-адреса, то вот на вас выстреливает, если есть перевод, русскоязычное название. Вот я вам это показываю. Ну и там же в Кокраиновской библиотеке вы можете найти переводчиков. Здесь я показываю то, как мы транслировали эти знания с помощью принятого в мире метода, который мы сейчас внедряем и в Россию. Журнал Stroke, журнал Insult, который поддерживает свой Кокраиновский уголок. Мы опубликовали основные данные из этого обзора. Ну и почему я особо выделяю этот наш обзор, он на очень актуальную тему для наших стран. И если в ранних версиях, это уже пятая версия этого обзора, обновление, обновление, самый трудный, самый большой вызов, как говорил нам профессор Герт Антес. Достаточно было нашим коллегам, например, в Казахстане данных о том, что нет пользы, не вводить этот препарат в списки для возмещения, в формулярный национальный список. То, к сожалению, в Российской Федерации до сих пор этот препарат находится в перечне жизненно важных и важнейших лекарственных средств. Вот этим последним обновлением мы показали, что есть еще и риски. И мы выражаем надежду, и с помощью блокшота вот этого в социальных сетях, что, может быть, это станет, наконец, доводами для того, чтобы принять информированное решение по формированию. Вот здесь я с большим удовольствием показываю обзоры и протоколы с первым авторством профессора Чудар Сауевича Павлова. Правильно, Чудар Сауевич? Вот то, что нам выстреливает на русском языке. Остальные, но протоколы мы, естественно, не переводим. Вот наша задача сейчас, я думаю, задача московской группы переводчиков, подключающихся к процессу, перевести еще два обзора, два резюме на русский язык, чтобы для всех, кто нас, они выстреливали на русском языке. Мы дальше движемся с вами по разделам работы стратегии трансляции знаний. И вот здесь, вот они специально выделены для нас с вами. Речь идет о нашем проекте переводов, о чем вы и говорите, Екатерина Викторовна, возможности поиска на разных языках. Я сейчас показала их вам на наших конкретных примерах. И, конечно, тренинги по использованию доказательств при взаимодействии с ключевыми группами пользователей. Тренинги мы проводим, и я думаю, мы с вами сегодня с большим удовольствием вспоминаем. И здесь у нас есть участники наших тренингов прошлых годов. Вот это наш первый семинар, который был 8 декабря 2015 года, сразу после исторической конференции. Это наш семинар 2016 года, это наш семинар прошлого года. И сразу хочу сделать анонс. В этом году у нас с вами в это время проходит симпозиум в честь трехлетия России. Большое спасибо, Крэйн России, большое спасибо, Сергей Викторович. Семинар запланирован на 20-21 марта 2019 года, дорогие коллеги. И помогать нам в этом будут представители Крэйн Австралия, которые были у нас в 2017 году. Хочу сказать о клубе журналов, который мы проводим как уникальную инициативу еженедельно с нашими студентами. Вот это наши ранние клубы журналов по адресу Парижской коммуны. Вот это на Карла Маркса 74. Здесь вы видите Алину нашу, сегодня переводчицу. Славная Алина делает доклад в день, когда обсуждалась новая декларация первичной помощи. И мы обсуждали доклад комиссии Ланцет по доступу к основным лекарственным средствам в рамках охвата всеобщей медицинской помощи. Мне очень приятно вам сказать, что он переведен на русский язык команды, который в России будет опубликован в Казанском медицинском журнале. Продолжая дальше идти по разделам, дорогие коллеги, вот они разделы представлены вам. Здесь пропагандирование доказательств, обмен идеями, диалоги. Ну вот что здесь нам удалось достигнуть. Это наши журналы Казанские, Казанский медицинский журнал, дневник Казанской медицинской школы, публикуют в резюме окраинских систематических обзоров наши переводы в социальные сети. И в прошлом году состоялась публичная лекция, которую мы организовывали как Крэйн-Россия, благодарим и Академию наук Республики Татарстана и Казанский федеральный университет профессора Ганса Хагерзайла с докладом комиссии Ланцет. Ну и, конечно же, не могу не сказать о партнерстве Крэйн-Википедии и нашем вкладе, вкладе нашего аспиранта Потапа Варцан Сергеевича в развитие русскоязычной википедии. И вот посмотрите, пожалуйста, здесь показана статистика доступа, просмотра страницы по ацетилсалициловой кислоте в Википедии после того, как эту статью Александр Сергеевич улучшил с помощью внедрения в нее, русскоязычная имеется в виду статья, данных из Крэйновской библиотеки. Вот здесь такие мета-данные по вообще использованию медицинских статей в русскоязычной википедии. И вот здесь организован дэшборд Коррэйн-Ваша Википедия и Мишельев. И вот вы видите здесь почти 5 миллионов просмотров, дорогие коллеги. Ну и общие выводы вот здесь такие, они, конечно же, совершенно временные, но это наш большой проект, который сейчас развивается. Вот хочу сказать, что в 2013 году в медицинской википедии было 150 миллионов просмотров страниц, именно в вики-медии, так еще называют медицинскую википедию. Кокрэйн-Россия, наша инициатива с википедией, 5 миллионов просмотров, и это только лишь с 2016 года. И на сегодня, если мы с вами просто пойдем просто в интернет, там ведь очень много информации, вводящей в заблуждение, предвзятой, а высококачественными являются фактически наши переводы кокрэйнских систематических обзоров и некоторые статьи в википедии. На сегодня я хочу сказать, что практически все статьи по нестроенным противовоспалительным средствам уже обновлены Александром Сергеевичем. Партнерство ВОЗ Кокрэйн в прошлом году в рамках проекта с Евровоз и партнерских отношений мне довелось принимать участие в проведении семинара сотрудников ВОЗ по окраинским систематическим обзорам и по доказательствам. Ну и Евровоз выступает с большой инициативой EVIC.NET. Здесь представлен русскоязычный официальный сайт Евровоз, и мы очень надеемся, что в этом направлении нам удастся продвинуться. Это должна быть работа, конечно, с Министерством здравоохранения, и сможем разрабатывать так называемые Evident Briefs for Policy, то есть вот такие брифы на основе доказательств для принятия решений в области политики. Здесь мне очень приятно показать вам выступление на конференциях, где мы представляем, как Россия. Это география вам представлена, уважаемые коллеги. Ну и взгляд в будущее, планы и перспективы. Четвертый раздел стратегии 2020, раздел и тематика устойчивость процессов трансляции знаний, как стратегии трансляции знаний. Все обращено к построению эффективной и устойчивой организации. И здесь пока мы, наверное, еще не достигли того, что нам очень хотелось бы достичь. Я благодарю всех сотрудников КАФР, кто работают, находясь официально в административном отпуске, и кто работает не в отпуске, и, конечно, благодарю всех наших волонтеров. Это то, где мы с вами должны объединить усилия и работать за признание и политическую волю, и признание нас на высоком правительственном уровне. Новые проекты, которые мы будем запускать, они, конечно, тоже будут требовать этого признания. Это тестирование методов лечения, интерактивный портал, который будет крайне ценным ресурсом для преподавателей, студентов и врачей, и, конечно же, для населения. Инициированный сэром Иеном Чалмерсом, одним из сооснователей Кокрейнского сотрудничества. Это родственный проект по информированному выбору для здоровья. Это портал для учителей, детей и родителей. Он уже активно работает на многих языках, и нам сейчас к нему тоже надо подключаться. Энди Оксман является основным двигателем этого проекта. И вот проект, куда мы подключились уже, и надеемся, что будем совместно все развиваться дальше. РЭС – это в отношении того, чтобы исследования в области здравоохранения были основаны на доказательствах. На сегодня, к сожалению, мы пока очень далеки от этого, но это и мировая проблема, как вы поняли, и, конечно, ценность очень велика. Ну и мы с вами вспоминаем о том, что мы управляем систематической ошибкой весь наш семинар, дорогие коллеги. И вот посыл от Кокрейновского коллоквиума в Эдинбурге, состоявшегося в сентябре этого года. Иногда наш чиновник может заглянуть быстро в Кокрейновскую библиотеку, чтобы принять решение, и вдруг разочароваться. Потому что, прочитав вывод, он вдруг узнает, что есть неопределенность. И наша с вами задача – так доносить эту всю информацию, чтобы люди понимали, что разочарования в этом нет. Потому что игнорирование доказательств приводит к предотвращаемому вреду, а отказ признавать неопределенность означает, что мы не получим лучшим доказательств. Потому что, если говорить о неопределенности, то это как раз та область, в которой должны проводиться будущие исследования. Вот это прощено к нашим руководителям. Ну и на конференции 2015 года мы представляли результаты опроса, которые мы провели прямо перед конференцией по достижениям и барьерам доказательной медицине в Российской Федерации. И это вот ответы наших респондентов. Я представила их вам сегодня с вопросом подумать, как вы думаете, преодолели мы с вами эти барьеры или нет еще. Или, наверное, находимся все еще на пути преодоления этих барьеров. Наверное, каждый из них имеет право на жизнь. Но языковой барьер продвинулась мы, несомненно, очень далеко вперед. Ну и вот к чему призывают нас, профессор Гертанте со своими соавторами, вот в этой статье в журнале «Ланцетт» необходим, и вот срочно необходим пересмотр программ финансирования исследований. Реструктуризация должна произойти факультетов, университетов. И, конечно, должно быть сотрудничество людей. И ответом является как Рейн. И вы говорили о больших данных, обществу больше не нужно островов, анализов данных. А сейчас тут все работает только в направлении создания этих отдельных островов, которые на самом деле людям не нужны. Ну и это благодарности. Я сердечно их выражаю. Благодарю вас за внимание. Я очень рада. Спасибо, Елена. Спасибо.